Покупки онлайн, одежды, бытовой техники и даже продуктов питания сегодня дело привычное. Всего за несколько лет количество интернет-магазинов в нашей стране увеличилось вдвое. Впрочем, как и случаев мошенничества. Как обезопасить себя и свой кошелек от обмана? Здесь нужно понимать, что интернет-торговля, она может совершаться разными способами. Первое – это так называемые маркетплейсы. Это те самые владельцы агрегаторов информации, которые аккумулируют у себя много-много продавцов. Ты можешь подобрать продавца конкретного и с помощью маркетплейса заключить договор. Второй способ торговли – это официальные сайты каких-либо продавцов или изготовителей. И третья история, самая неблагоприятная в плане как раз попасть в руки мошенников – это продавцы в социальных сетях. Поэтому, конечно, мы рекомендуем заключать договоры с первой и второй категории продавцов, интернет-продавцов. Но если вы работаете с страничками в социальных сетях, то опять же проверять репутацию, читать отзывы и стараться покупать товар так, чтобы авансовых платежей было как можно меньше. Здесь вероятность попасть в руки мошенников, либо быть обманутым крайне мала. А все-таки чаще всего, даже если спор затягивается, он все равно разрешается. Это есть, я уже говорила, зарегистрированное лицо, к которому можно в крайнем случае втчинить иск. Вот здесь есть некие признаки вот этих самых сайтов, которые чаще всего людей обманывают. Во-первых, там отсутствует информация о том, кто является продавцом. Кроме бренда красивого нет ничего. Такие сайты, как правило, они обещают очень большие скидки. Вот когда очень маленькая цена – это первый такой маячок, что что-то происходит не так. Давайте вспомним. Маркетплейс – официальный сайт магазина. Формируете корзину, корзина вам подтверждается, заказ подтверждается, вам выставляется счет. У вас на руках остается и корзина, и сформированный заказ, да, и вот тот самый документ, который можно распечатать, из которого следует, что вы заказали. А когда мы говорим о вот этих вот недобросовестных продавцах, чаще всего вам предлагают – позвоните мне, в течение, если пяти минут позвоните, мы вам дадим скидку еще 20% и примем ваш заказ. Вы звоните, ваш заказ принимают, оформляют, и у вас на руках не остается ничего. Если вы подозреваете, что вы попали в руки мошенников и обманщиков, то в первую очередь, конечно, нужно обращаться в полицию. И через полицию попытаться произвести какие-то действия для того, чтобы найти хотя бы данные этого человека. Хотя бы вчинить гражданский иск, например. Можно обратиться в свой банк и оспорить операцию, ссылаясь на то, что там недобросовестный получатель денег. Банк может обратиться к платежной системе и с помощью платежной системы урегулировать вопрос и вернуть вам денег. Если у вас нет никаких данных, мы все равно рекомендуем обращаться к нам, в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Во-первых, мы, возможно, уже имеем такие обращения, у нас есть более полная информация. Мы поможем правильно сформулировать, в формулировке, скажем так, заявления в полицию. Ну и, возможно, что поможем вернуть деньги с помощью тех ресурсов, которые есть у нас, с помощью норм закона защиты прав потребителей и так далее. Продолжение следует...